Привет, меня зовут Юля, и сегодня видео будет таким полезным гидом про тона от марки Charlotte Tilbury. Как мы знаем, бренд Charlotte Tilbury не представлен в России, и поэтому очень много вопросов именно возникает по тональным основам. Вот, казалось бы, да пошел в магазин и купил себе любую тоналку, но нет, у него такая красивая упаковка, просто огромное количество рекламы, безумно красивые модели, все такое флоулес, все такое прям вот невероятно, знаете, какие-то будораживающие внутренние какие-то струнки души. И ты волей-неволей, у тебя рука тянется к компьютеру, и ты уже пытаешься заказать какой-то тон. На самом деле, как раз здесь девочки чаще всего задают вопросы, потому что у Charlotte несколько тонов, и как в них разобраться вообще, чем они между собой отличаются, как они вообще наносятся, как они держатся, для какой кожи, какой тон лучше, что, в принципе, у них под колпачком в составе вообще этих продуктов, и, в принципе, вообще, есть ли смысл заморачиваться таким образом и заказывать тональную основу слепую. В конце видео, конечно же, будут такие организационные моменты, я там расскажу, как я заказываю тональную основу, ну, практически безошибочно по оттенкам и так далее. И если вы еще не подписаны на мой канал, то, пожалуйста, подпишитесь, для меня это очень-очень важно, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые всякие разные видео. Я сейчас тестирую различные новинки декоративной косметики, иногда говорю про уход, про ароматы, и очень надеюсь, что вам это все будет очень интересно. Итак, начнем. В общем, у Charlotte Tilbury в линейке декоративной косметики представлено три тональные основы. Ну, именно тональные основы в привычном для нас понимании. То есть, это не какие-то там tinted moisturizer, еще что-то такое, а именно foundations, тональные основы, потому что у нее еще есть другие продукты, просто с легким тонирующим эффектом. Я их в этом видео брать в расчет не буду. Итак, самый первый вышел тональный основа, которая называется Magic Foundation. Затем Charlotte выпустила вот такой тон Light Wonder. Я про них прям подробно расскажу, с тест-драйвом, с нанесением и так далее. Так что не торопитесь переключаться. И в прошлом году вышел тон, который называется Airbrush Flawless Foundation. Но начну обзор именно от самого легкого тона к самому плотному тону. Самой легкой тональной основой в линейке тонов Charlotte является тон Light Wonder. Он дает такое красивое сияющее покрытие. И он появился в этом видео на самом деле только благодаря моей подруге Диане, за что огромное спасибо. Спасибо, она заказала этот тон себе. Но сказала обязательно его показать в видео. И действительно, вы знаете, эта тональная основа классная. Она дает легкое покрытие, сияющий финиш. Она немножечко увлажняет. И действительно, сияет она очень-очень круто. Дальше. Сразу буду сначала обзор, потом дальше про каждое подробнее. Так, мне кажется, будет проще сориентироваться. Итак, следующая у нас идет тональная основа Magic Foundation. Она как раз является средней между Airbrush Flawless Foundation и Light Wonder. Ну, то есть для сравнения, Magic Foundation более крующий, менее сияющий. Но при этом он более легкий, чем тональная основа Airbrush Flawless Foundation. Вот этот тон самый плотный. Он прикрывает просто буквально практически все. Он очень стойкий. Ну, опять же, не на любой коже. На жирной коже он будет держаться чуть меньше. Но на комбинированной, например, на моей коже он просто будет держаться, пока его шпателем нет скоближе. То есть это очень-очень стойкая тональная основа. Light Wonder менее, гораздо стойкая. Я провела тест-драйв основы Light Wonder. Я наносила ее на базу от марки Marc Jacobs. И на самом деле, если сравнивать этот тон с другими тонами, которые дают примерно схожий финиш, которые примерно так же не ощущаются на коже, примерно так же комфортные и имеют такое легкое довольно-таки покрытие. Вот Light Wonder мне понравился тем, что он более стойкий и он больше выглаживает кожу. Еще, простите, я повторюсь, еще раз это скажу. То есть, например, аналогичный красивый сияющий финиш, например, дает мой любимый BB крем от марки Dr. Jart. Но про состав я скажу чуточку позже. Но Dr. Jart держится чуть хуже. И вот этот, знаете, как по ощущению менее липкий. Вот его наносишь, он очень-очень легко распределяется. И вот для меня как раз это такая идеальная золотая серединка между Dr. Jart и Luminous Silk Foundation от Armani и Vital Miracqua от Chanel. Потому что все-таки мы будем сравнивать с такими нестойкими, сияющими, легкими флюидами, которые легко распределяются по коже, которые немножко увлажняют, практически на коже не считается. Этот тон мне понравился очень. Я его тестировала несколько дней, тестировала в разных абсолютно ситуациях. И какой в итоге, и какой итог. На самом деле держится очень-очень неплохо. Мы сейчас все ходим в масках. И даже на самом деле после того, как я надела респиратор, все было не гипер просто ужасно. То есть, а тональная основа осталась, продержалась. Вокруг носа, конечно же, ничего просто не было. Но в общем и целом она достойна на самом деле. И я раньше не хотела ее брать. Если бы не подруга, видео это просто никогда не вышло. Она классная. И сейчас я действительно задумываюсь о покупке этого продукта. Magic Foundation после тестирования предварительного испробного образца. Это звучит, знаете, как из пробирки химический опыт. Вот как раз такой середнячок между двумя этими тонами. И он мне понравился меньше всего. Потому что он неплохо перекрывает какие-то недостатки кожи и так далее. Он в принципе неплохо тоже выглядит красиво. Но по сравнению с другими тонами он чуть меньше выглаживает поры. То есть у Шарлотты вот как раз эти тона, вот чем повторюсь, мне нравится. То, что они дают такой флоулес, блэринг, красивый эффект. И вот тон Magic Foundation как раз я от него этого не увидела. Он довольно-таки стойкий. Он практически не читается как-то прям сильно на коже. Но понравился он мне меньше всего. И как-то знаете, при наличии других тонов от Шарлотты и вообще в принципе других тонов и кейси в косметичке, у меня отпала в нем какая-либо необходимость. Если вам интересно действительно как он прям держится по сравнению вот со следующим тоном, я рекомендую посмотреть видео. Я все ссылочки оставлю в описании. Тон Airbrush Flawless Foundation. Я его, наверное, показывала просто в разных позах уже сто пятьсот раз. Он действительно очень-очень классный. И некоторые фразы я повторю из предыдущих видео. Чем он отличается? Он отличается кардинально от предыдущих тонов. Тем то, что он действительно флоулес, он действительно airbrush. И у него вот эта потрясающая способность выблюривать поры. То есть он выглаживает кожу и делает ее невероятно красивой. Это тон стойкий. Для того, чтобы опять же, да, тон держался дольше. Он чуть-чуть как бы в него въедается. И соответственно, он может чуть-чуть подчеркивать какие-то шелушинки, какие-то недостатки кожи. Ну, как с нашей точки зрения недостатки. И вот, соответственно, перед нанесением этого продукта кожу нужно как следует подготовить. Желательно ее хорошо не просто увлажнить, но еще и напитать. И тогда этот тон будет работать классно. Лучше всего, конечно же, этот тон работает с ее Magic Cream. Там с Wonder Glow с базой довольно-таки неплохо. Но Wonder Glow практически не увлажняет. Она просто как бы выглаживает и дает еще сияние. Поэтому вот с этой тональной основой кому-то она не понравилась. То есть для кого-то она стала прям ненавистью. Для меня это очень классный продукт. Почему? Потому что, простите, я уже, если вы смотрели мое видео до этого, вы уже это, наверное, слышали. Эта тональная основа не теряет своей способности выглаживать поры даже при эмульгировании с другими продуктами. То есть если я, например, захочу сделать ее чуть легче и добавляю к ней какую-нибудь сыворотку, увлажняющий крем, базу под макияж, то эта тональная основа, опять же, продолжает красиво выглаживать поры. И тон при этом будет просто выглядеть чуть легче. И при этом тоже будет классно держаться. Вот эта уникальная способность. Из-за этого этот тон очень, на самом деле, полюбила. Для меня он поэтому стал универсальным. То есть, когда мне нужно, чтобы тон продержался долго, чтобы мне дополнительно как-то поры не готовятся, у меня проблема, как у большинства девочек, с комбинированной кожей, вот здесь немножко расширенные поры. Вот эта тональная основа эту проблему решает. И, соответственно, на мне она держится довольно-таки долго. В комментариях девочки некоторые писали то, что залезные кожи, то, что на них держится хуже значительно. Вот поэтому это все, конечно, важно иметь в виду перед приобретением этого продукта. Для какой кожи какой-то он подойдет? Это очень важно учитывать первое, что вам нужно конкретно от тональной основы. Какой финиш вы хотите получить? Какую кожу вы любите? Какие ощущения вообще? Потому что кто-то любит жирной кожи, девочки, я знаю, любят, чтобы у них кожа прям все равно в любом случае сияла. Да, это такое бывает. Не все девочки жирной кожи хотят ее как-то заматировать, припудрить и так далее. Кому-то это нравится эффект, но нравится эффект не такой жирности. Нравится эффект красивого естественного сияния. И в принципе тональная основа Light Water не настолько какая-то прям гипер какая-то увлажняющая, текучая. То есть она в принципе на жирную кожу подойдет. Но если у вас очень жирная кожа, вы по каким-то причинам захотите вот этот тон, то лучше, конечно же, предварительно кожу подготовить с помощью себорегулирующей базы. То есть хотя бы увлажняющего крема, который будет немножко абсорбировать лишнее выделение кожного секрета. И таким образом тон этот будет лучше лежать. И конечно же его нужно будет обязательно припудрить, иначе он у вас просто будет везде потом и утечет. Magic Foundation. В принципе, Шарлотта как раз изначально создала его как более таким универсальным тоном, который по идее должен подходить и для более сухой кожи, и для более жирной. Вот Magic Foundation меня лично не особо впечатлил, поэтому мне сложно про него что-то сказать. В принципе, у меня кожа комбинированная. То есть за один затест я могу протестировать тон и здесь, и здесь. И понять примерно, как он будет работать на разных типах кожи. Но у меня на другой стороне был вот этот тон. И с моей точки зрения Magic Foundation повел себя чуть-чуть похуже вообще. Для какой кожи он подойдет? Также в принципе для жирной кожи может вполне себе подойти. Вот и для сухой кожи Magic уже будет прям подсушивать конкретно. Поэтому если захотите на сухой коже использовать, то нужно прям очень хорошо кожу подготовить, напитать прям как следует, не жалея предварительно желательно, чтобы у вас продукт впитался. И после этого при необходимости еще нанести увлажняющее средство, если вы чувствуете, что чуть-чуть еще нужно как-то кожу дополнительно увлажнить. Airbrush Flawless Foundation самая капризная тональная основа из-за линейки всех тонов Шарлотты. То, что вот с этим проще всего, на мой взгляд, он очень легко распределяется руками. С ним вообще никаких проблем нет, абсолютно очень комфортный тон. Вот с этим сложнее, потому что спонжем он распределяется, ну не супер как хорошо. Этот тон довольно-таки быстро фиксируется, как и большинство тонов стойких. Поэтому его мне больше всего понравилось наносить кистью синтетической, плотно набитой и довольно-таки быстро распределять. И если его как следует нанести, хорошо приноровиться к нему, то этот тон будет, конечно, верным другом и союзником. На сухую кожу я его тестировала, мне не понравился. Несмотря на то, что Шарлотта показывала этот продукт на сухой коже, на более возрастной, я готовила по всем правилам Шарлотты Тилбери вообще, по всем ее рецептам. Magic Cream, Magic Eye Rescue, Wonder Glow, все прям нанесла, все как положено. И все равно не то. Конечно, если вот так свет красиво настроит, там прям все сделает красивую картинку, может быть это будет неплохо. Но вот в реальной жизни мне не понравилось это абсолютно. Поэтому это все-таки тональная основа для комбинированной кожи, да, неплохо. И для жирной кожи, в принципе, он будет неплохой, но будет держаться значительно меньше. И, конечно же, он лучше всего работает с ее родным Magic Cream. Либо, в принципе, с питательным более кремом, который прям вот хорошо так кожу напитает, даст ей вкусняшек, и тогда эта тональная основа, имея в себе там многие очень абсорбирующие компоненты, не будет кушать из вашей кожи ничего лишнего. Я надеюсь, что вас больше не запутала еще и так более-менее сориентировала. Так, давайте там быстренько организационные моменты сразу вам расскажу. И составы, наверное, уже тогда в конце видео будут. Как это все дело заказать? На самом деле, как правило, сложность заключается в подборе оттенков и тестировании этих продуктов. Потому что просто пойти в магазин, нанести, там, понятно все, стерильными руками и так далее, и походить с этим, как с тонами других брендов, которые представлены в России, ну, с Шарлоттой это как бы сделать не получится. Вот, поэтому в этих ситуациях, как я обычно выкручиваюсь, на официальном сайте Шарлотты Тилбери, который сейчас больше опять не работает вообще из России, есть очень классная система подбора оттенков. Как сделать так, чтобы этот сайт заработал? Да, здесь прям подзапариться, конечно, придется вообще. Но, наверное, не знаю, стоит оно того или нет, каждый для себя здесь решает вообще. Упаковка безумно красивая, все остальное, цены, все-все-все будет в субтитрах, я просто прям полностью это все дело уже не помню. Итак, я как делаю? Включаю VPN из любой страны, Германия, Америка, Британия, и захожу на официальный сайт Шарлотты Тилбери. Там у нее есть сервис подбора оттенков. Туда можно ввести любую тональную основу, которая вам подходит по тону вообще в принципе. И вот таким образом, вот я подруге вот этот тон выбрала, он ей должен подойти просто идеально. Это оттенок 5 медиум. То есть для меня он темноватый, как бы да, во время тестирования такая была а-ля слегка негритосик, но как бы вот эта система классно работает тема. Потому что если вы захотите подобрать, не дай бог, тон на сайте Культ Бьюти или Бьюти Лиш, я про них чуть позже скажу, то возможно вас постигнет разочарование. На сайте Культ Бьюти я подбирала вот этот тон, и по свочам, по картинкам он мне просто адски светлый. Я выгляжу как муртиция из семейки Адамс. Вот, в принципе я люблю муртицию, но хочется иногда выглядеть чуть-чуть позагорелее все. Вот мы заходим туда, вбиваем туда тональную основу, которая нам больше всего подходит по оттенку. У нее там есть практически все тона, которые только можно себе, наверное, представить. И он выдает вам примерно оттенок. И как правило это работает вообще. Вот первый вариант. Дальше, мы уже заходим на сайты, с которых можно сделать заказ, если вы находитесь в России. В России без посредников, без доплат, с бесплатной доставкой от определенной суммы, там порог доставки у всех разный, заказ можно сделать через сайты Культ Бьюти или Бьюти Лиш. На Культ Бьюти доставка бесплатная от меньшей суммы, а на сайте Бьюти Лиш доставка бесплатная от 100 долларов. Ну, как бы вы выбирайте, как вам удобнее. Доставлять до двери там и так далее. И так, там уже можно тональную основу эту вбить, собственно, положить в корзину и приобрести по более адекватному курсу евро фунтов, чем он на самом деле есть сейчас. Вот, собственно, вот такие вот моменты. Все довольно-таки просто. Я уже, ну, порядка четырех лет она не тестировала в живой. Практически все онлайн покупаю. И вот, как бы, вот этот сервис подбор оттенков у нее, конечно же, очень сильно удобный. Надеюсь, что на этот вопрос я ответила. Плюс еще, смотрите, на сайте Культ Бьюти есть такая тема классная. То, что когда ты делаешь заказ там от какой-то суммы, там в зависимости от фунта и евро разная стоимость идет, есть возможность выбрать бесплатные пробные образцы. Таким образом, как раз я протестировала тональную основу Magic Foundation. И вот, там можно часто, кстати, довольно-таки бывает пробники от Шарлотты. Их можно выбрать и как раз протестировать тот тон, который вам более интересен. Иногда даже есть выбор там оттенков разных. Вот там, как раз я протестировала, хотела купить прям Magic Foundation. Мне очень понравилось, как это все выглядело в ее видеоуроках. Я прямо была уже готова к приобретению этого средства. Но для меня лично этот тон чуть проиграл по сравнению вот с этими. Точнее, на этот момент у меня была вот эта тональная основа. Ну вот, собственно, вот такие вот моменты. К поводу составов тональных основ Шарлотты Тилбери. Несмотря на то, что я там порядка 8 лет работаю с составами косметических средств. Я не очень люблю прям вот вдаваться в составы тональных средств именно Шарлотты Тилбери. Потому что у нее как бы, вот читаешь состав, ничего особенного вроде как нет. Но формула рабочая. Конечно же, я сейчас все озвучу примерно, чтобы рассказать, как этот продукт работает. Ну, в общем и целом, это вообще важно, в принципе, иметь в виду, когда читаешь состав косметического средства. Это знаете, как примерно, простите за такое странное сравнение. Это сейчас будет не как Малышева. Показывала работу увлажняющего крема, когда она там масло на хлеб намазала. И такая говорит, вот видите, я намазала, смотрите, ничего не происходит. Так же с кремом увлажняющим. Нет, такого не будет, конечно же. Но смотрите, ребят. Вот, например, мы печем пирог. Окей, мы печем корж. Не бисквитный какой-нибудь. Яйца, сметана, сахар и мука, там что, да, там разрыхлитель и так далее. Недавно пекла. И перечень ингредиентов, казалось бы, одинаковый. Но пироги получаются разные или там коржи. Какой причине? Ну, первое. Это пропорции. Казалось бы, да, там мы пишем, состав у нас читается от большего количества компонентов к меньшему количеству компонентов по концентрации. Вот здесь как бы та же вроде бы история. Вот читаем, состав примерно одинаковый. Ну, что такое? Яйца не те, может быть, маленькие или большие. Сахара чуть больше, чуть меньше. Тут тростниковый, тут такой. Тут, может быть, в пудру вообще смололи. Ванильный экстракт какой-нибудь разный. Здесь прямо такая пахущая ваниль, а здесь не такая ваниль. И много-много разных деталей. И в итоге продукт получается разный. И простите за ужасную аналогию, но это вот буквально объяснить на пальцах примерно. Читать два состава косметических средств. И, казалось бы, вот здесь состав ничего особенного абсолютно, но мне понравилось, как работает эта формула. Мне понравилась эта тональная основа. И, на самом деле, в зависимости от того, на какую базу вы ее нанесете, она будет, конечно же, по-разному играть. То есть, на прям хорошо такую увлажняющую базу, прям, которая вам напитает. Вот, кстати, на Marc Jacobs Youth Quake эта тональная основа сияет прямо такая, мама, не горюй. Что под колпачком Light Wonder? В основе этой тональной основы к циклу Pentacy Loxan это летучий силикон. Как правило, такие тона идут, все-таки, я уже повторюсь, на основе воды. Вода здесь вот только на втором месте. Возможно, благодаря этому тон очень круто, легко распределяется по коже. Просто даже пальчиками. И при этом он дает очень приятное ощущение увлажнения. На самом деле, здесь практически я не увидела каких-то прям увлажняющих компонентов. Здесь много смягчающих компонентов, кондиционирующих, так сказать, любят часто писать там на разных сайтах. Есть также абсорбирующие компоненты, алюминий. То есть, то, что именно впитывает излишки нашего кожного секрета и делает эту тональную основу более стойкой. Может быть, поэтому она, кстати, чуть дольше продержалась, чем другие аналогичные тона. То есть, формула вообще, в принципе, построена таким образом. То, что дает такое легкое, приятное покрытие. Конечно, это все такое силиконовое, но мы понимаем то, что любой косметический продукт, любые тона важно смывать перед сном. И я про уход делала видео, но делала очень давно. Если нужно, вы мне, пожалуйста, напишите. Снимать, не снимать, потому что, ну, как правило, все-таки уроки про уходы как-то очень мало смотрят. И это сильно портит статистику. Простите, пожалуйста, просто мне на данном этапе сейчас тоже эти показатели важны. Мне важна ваша поддержка, потому что хотел бы, чтобы этот канал уже все-таки монетизировать для начинающих блогеров. Это такие аспекты, ну, немаловажные все-таки. Опять же, много-много разных видов силиконов. Смягчающие компоненты. Сквалан, который как раз такой прям очень хороший увлажняющий компонент. И здесь нету каких-то там экстрактов, каких-то прям гипервкусняшек для кожи. Но, несмотря на это, кожа себя чувствует с ним очень комфортной, довольно-таки увлажненной. И вообще никакого дискомфорта абсолютно от использования тональной основы нет. Magic Foundation – следующая тональная основа. И многие отказывались от ее использования из-за того, что там как бы тальк в составе. Вот, в общем, здесь формула как раз идет на основе воды. И уже после этого идет летучий силикон. Я так понимаю, это разновидности. Их два – циклопентасилоксан и циклогексасилоксан. Далее как раз идет тальк, силиконы, диоксид титана, глицерин, нейлон-12 абсорбирующий компонент. Его можно встретить также в тонах ланком и так далее. То есть, ну, в принципе, его многие средства добавляют, которые такие более или менее стойкие. Оксицинка, бизайловый спирт. Тут много компонентов именно, которые, ну вот, кому-то они не нравятся, кто-то считает их вредными. Я все-таки за рассмотрение формулы в общем и целом. Потому что, сколько вот лет я это все дело произучала, чем больше я вдаюсь вообще в тему состава, тем больше понимаю то, что, ну, не узнаем мы по составу продукт практически никак. Потому что, опять же, повторюсь, мы не знаем, во-первых, сколько этого положили, что за ингредиенты были, как они были подготовлены, в каких условиях все это было произведено. Но мы Шарлотте все-таки доверяем и знаем, что это не, где-то там слеплено в непомиковом помещении старом, с сыпящейся штукатуркой просто в эту тоналку. Ну, такого, конечно же, не будет. Вот, но такое бывает на российских производствах, кстати, очень интересно. Так что вот в общем и целом, эта тональная основа по составу многим она не нравится. Мне сложно сказать именно по ингредиентам здесь, да, в данный момент, потому что, в принципе, конечно, если вы дергиваете отдельные компоненты, можно придраться там и к соли, можно к спирту придраться, можно придраться и к неотальку. Его очень любят к нему придраться на самом деле, иногда не по делу. Вот, к алюминию можно придраться, ну, то есть вот много-много вообще чего, но в общем и целом, в общем и целом, формула работает неплохо. Тон довольно-таки комфортный в нанесении, в носке. Ну, конечно же, Magic Foundation я бы не стала для себя покупать на каждый день, но есть люди, которым он очень нравится и по действию кожа с ним чувствует себя комфортно. И что мы не говорили, часто очень влияет даже не только состав и так далее, но и психологический фактор от использования. И это мы никак никуда, мы это все не денем, мы девочки, и на нас очень, на многих из нас очень легко воздействуют красивой упаковкой и так далее. И все равно приятное комфортное ощущение от использования иногда вытесняют какие-либо там моменты, которые нас не устраивают в плане состава косметического средства. Так что вот так. В целом, по составу, конечно, можно сказать, что он там какой-то не гипер, прям крутой, он там не напитает вашу кожу, не увлажнит, там вкусняшек ей не даст. Но, возможно, так и есть. Делает ли он плохо? Я не знаю. Я не могу брать на себя ответственность за такие слова. Я могу взять ответственность за свои ощущения после использования этого косметического продукта и показать его с разных сторон. И следующее это Airbrush Flawless Foam. Здесь, опять же, в основе этой тональной основы, я не читаю, сейчас я просто состав открыла. В основе тональной основы вода, дальше у нас как раз идет летучий силикон, педдиметикон, пропанадиол, затират, силика, нейлон-12 и так далее. То есть, в принципе, здесь Шарлотта нам обещала всякие вкусняшки. И в конце мы действительно видим всякие разные тетерпептиды, тетерпептид-11, ацетил, тетерпептид-9 и так далее. Вот всякие разные компоненты, которые, по идее, нам кожу как-то должны делать лучше. На самом деле, сложно что-либо сказать, потому что, как правило, действительно пептидов много не добавляют. Вот тональные основы пептиды, как правило, плетутся где-то в конце состава. И я не могу сказать их точно здесь концентрацию. Возможно, ну, по ощущениям я, например, каких-то пептидов там не ощутила, на самом деле. Это стойкая тональная основа. Но то, что вся кожа с ней, в принципе, чувствует комфортно, это да. То есть, предварительно, в основном, я наносила... Да как только я не наносила, у меня ни разу не было ощущения неприятного от этого тона. В отличие от многих других, таких, знаете, плотных, стойких тонов, которые чуть-чуть масочкой ощущаются, вот когда наносишь. Вот с этим тона у меня такого, кстати, не было. Сколько здесь, на самом деле, нейлона-12, я не знаю. Здесь идет после нейлона-12, феноксиэтанол. Мы знаем то, что феноксиэтанол, как правило, добавляется в концентрации не более 1%. Это по данным из открытых источников. И я эти данные изучала еще чуть больше года назад. Возможно, сейчас уже все поменялось. Но мы видим то, что, скорее всего, то, что ниже феноксиэтанола стоит в концентрации менее 1%. Каким образом это будет влиять на формулу этого продукта? Вот это, кстати, вопрос на самом деле. Я здесь не химик-технолог, я это все дело учила, но именно конкретно тонкости производства, рецептуру формулы этого продукта я не знаю. Но по составу можем видеть то, что да, это такое что-то силиконовое, светоотражающее, такое, ням-ням-ням-ням, стойкое действительно. Вот, но в целом у меня не было негативной реакции кожи на него вообще, хотя у меня кожа реагирует сразу. Она у меня довольно-таки чувствительная такая, комбинированная. Я, в принципе, сейчас держу в таком нормальном состоянии, нормализовала все более-менее там уход и так далее. Но вот чуть-чуть то у меня кожа прям взрывается вообще высыпаниями, ее тревожить как-то нельзя. Вот с этим тонн у меня проблем не возникает. Играет музыка Я очень надеюсь, что я вам понравилась. Я вам показала разницу, рассказала примерно как сориентироваться вообще и вы для себя делали какой-то вывод и решили вообще, нужны ли вам эти тона, нужно ли вам заморачиваться на их счет. Мне здесь очень сложно что-либо советовать вообще, потому что ну я вас, я не знаю вас, не знаю ваших потребностей, не знаю как вам больше это все дело нравится. Какой нравится вам финиш, какие ощущения будет вызывать у вас данная тональная основа. Но я очень надеюсь, что показалось все с разных сторон и я специально не стала сильно акцентировать внимание на Brush Follows Foundation, потому что на эту тему выходило очень много видео. Я все ссылочки оставлю в описании и надеюсь то, что этот видос вам хоть как-то облегчил вообще ваш окончательный выбор. Сейчас спрашивают, что лучше взять. Я не знаю, я не могу за вас сказать, что лучше взять. На что сердце ёкает? Вот прислушайтесь к себе, ваши чувства внутренние вообще. Ну вряд ли вас обманят, серьезно. Все равно у нас интуиция девочек неплохо развита. И если мы к себе прислушаемся, то мы поймем примерно интуитивно, что нам нужно, а что нам не нужно. Потому что она все-таки не дешевая. Спасибо всем огромное спасибо за внимание. Я надеюсь то, что видео это вам понравилось. Если да, то пожалуйста поставьте пальчики вверх, подпишитесь на канал. Для меня это очень-очень важно. И мы с вами не прощаемся. До новых встреч в новых видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok